Наши нечерноземья обширна и неоднородна. Есть места, где потеплее, помягче. Однако о Среднем Урале такого не скажешь. Здесь зона рискованного земледелия. В нашем фильме мы затронем вопросы, далеко не новые. О земле, родном доме, человеке. Они в основе любого хозяйства ранее. В этом году видите, какие погодные условия. Если жаркая погода стоит, то клейковины очень хорошее содержание. Это такой крестьянский пример. Возьмешь пшеничку, пошелушишь ее, возьмешь в рот, иначе как жвачка получается. Но только дождик прошел 2-3 дня, берешь эту же пшеничку, в рот положил, а там она не клеится. Там просто крупинками, как крупа. Враслую обратно из этого, и все, и нет ничего. Вот разница в 2-3 дня по погодным условиям, а качество зерна совершенно разностное. Не только погода, но и земли здесь таковы, что даже в пределах одного поля не найдешь одинаковых. Приноравливаться к этому приходится не год, не два, а практически всю жизнь. Хотя земледельцу, как кажется, уже все известно. И все знакомо с самых давних пор. А пустоши Кокотиху и Федейцева определяю на сенные покосы. И в них никогда в предземли не пахать. Подпосев же пахать столько, сколько по числу скотин навоз обнять может. А неунавоженную не пахать, а лучше пустить под луга. Так писал Суворов крестьянам села Ундалы. Понимал генералиссимус, что земля не поле битвы, а кормилица во все века. Времена сейчас, конечно, у нас другие, не суворовские, наступили. Кроме навоза у нас есть еще и минеральные удобрения. А в принципе, конечно, самые плохие земли, самые неудобные земли. Надо отдавать потравы и правильно их использовать. Вот, например, мы сейчас пустош разработали в количестве 50 гектаров. Пока что на ней получаем одни убытки. А нам уже РАПО, допустим, даже прокуратура интересуется. Почему вы не отчитываетесь? А как мы можем отчитываться, когда в настоящее время мы убыток земля даем? Как только земля получит, а получим от земли прибыль, то, конечно, мы будем включать ее в отчет. Это мое такое правило. Допустим, что требование РАПО – обычная бюрократическая придирка. Но сколько их было в прошлом? Сколько было однодневных поветрий, временных кампаний? Не из-за них ли так медленно укреплялось в земледельце главное – чувство ответственности за землю? Ну, совхозу идет 27-й год. За 27 лет сменилось 11 руководителей в хозяйстве. Я 12-й. Причины разные. Некоторые не справились с работой. Некоторые, значит, были поставлены, не обладали той сельскохозяйственной стрункой. Были руководители с промышленных предприятий. Вот. Но причина слабых урожаев была низкая культура земледелия. Органикой вообще с хозяйством не занималась. Минеральных удобрений не получала. Наследство новому директору, что и говорить, досталось не из завидных. Оно еще будет по инерции тащить хозяйство назад. Но многое уже сделано. Совхоз всего за 4 года стал рентабельным. Новый директор получил возможность распоряжаться прибылью. И сразу направил ее в строительство. Опять многоквартирные дома. Разве не знают здесь, что не подходят они для села? Что выгодны в первую очередь строителям, которым важно освоить большие объемы? Знают. Но вот воздействовать на строителей директору пока никак не удается. А ведь нашли возможность строить отдельные коттеджи в соседнем селе Щелкун. 26 лет руководит совхозом здешний директор. И знает, что из отдельного дома работник не уедет. Поэтому надо всеми силами бороться с односторонними выгодами строителей. Да только ли этим приходится заниматься хозяину? Светлана Яковлевна, мне на вас обижается на вашу соловую комбайнеру. И это не первый раз, между прочим. Во-первых, невкусная пища, во-вторых, мало водите. В наше ли время надо про эти вопросы нам разговаривать с вами. Я вот сейчас у них был, значит, сказал ребятам, что надо порядок навести. Свет рано, вечером работать до поздна. А мы сами добром их не накроем. Поняли меня? Так мы, Федор Васильевич, стараемся вроде бы. Сейчас как-то сметаны не стало. А вот именно, что вроде. А сметану и не надо. Ну нет, а они вот что, сметану вот выцелаете. Отдавайте так, значит, хороший суп, первое, чтобы было, второе, чтобы хорошее было. Чай, компот, молоко и так далее, и так далее. Я просто серьезно предупреждаю, чтобы таких вещей больше у вас не было. В Щелкунском нет очереди на квартиры. Зато есть другая очередь. Устроится на работу совхоз. Но даже такой опытный хозяин, как Федор Васильевич, тоже не всегда может устоять против строительного вала. Вот перед нами склад для хранения сена. С установкой активного вентилирования. Областной руководство решило, так сказать, побыстрее сделать склады, чтобы получать первоклассное сено. И такие склады практически, на мой взгляд, нельзя строить. Вы представляете, вдруг он загорится, полторы тысячи тонн сена. Во-первых, и никак не потушишь. Во-вторых, даже если удастся потушить, то за пахнущее сено дымом ни один скот есть его не будет. Ну и потом очень дорогой склад, 520 тысяч рублей. Вот рядом находится склад, построенный ангарного типа. Он стоит 9 тысяч рублей, а в нем 250 тонн сена будет храниться. 9 тысяч рублей, 250 тонн и 500 тысяч, полторы тысячи тонн. То есть примерно в 10 раз дороже тонна сена будет стоить храниться. Средства, которые вкладывает государство в сельское хозяйство, надо расходовать разумно. Всячески приумножать их, привлечением местных ресурсов. А их не черноземье достаточно. Руки только надо, как следует приложить. Ну а самое главное, мы за эти годы освоили болото ржавец и стали вывозить на гектар ежегодно по 28-30 тонн органики на гектар. Перемешиваем вместе с навозом его. По голове у нас скота большое. Более 6 тысяч голов, поэтому выход навоза большой. И здесь директор проявил свойственную ему настойчивость. 10 лет осушался вхоз болота. Многим казалось это разорительным. Затраты были действительно большие. Но зато теперь земля в хозяйстве не только удобрена вдоволь, она вообще стала другой. Мягкой, рыхлой, огородной, как говорят. Земля, как живое существо, сразу чувствует заботливую руку. Хлеборобская жилка не появляется в человеке сама по себе. Она передается как традиция, как отчий дом детям, как завет. И нельзя произвольно рвать эту связь даже в самом маленьком звене. Дело в том, что когда-то придумали лет 20, тому назад даже побольше, что надо все согнать до центральной усадьбы всех людей, там построить пятиэтажные дома. Но забыли все, что угодья вокруг центральной усадьбы, они, так сказать, минимальны. Их практически не хватит. Все эти заимки забросили. А потом придумали такое слово неперспективное. И давай все деревни разрушать, школу убрать, медпункты убрать, магазины убрать, кто там будет жить. И люди уехали в основном не на центральную усадьбу, а ехали прямо в город или в районный центр. Но сейчас брошенные деревни вроде бы оживают. В них появились пенсионеры, дачники. Нет. Возродить здесь настоящую жизнь могут лишь крупные хозяйства. А они не спешат. Блодородные земли по-прежнему не используются. Приходят в запустение. КОНЕЦ В деревенской жизни есть свои неписанные законы. Есть точный счет гектарам, угодьям. Есть счет и деревьям. И недопустимо, если ими распоряжаются, не спрашивая хозяина земли. Не советуясь с ним. Ради увеличения пашни в этом месте решили свести колки и перелески. А заодно и деревья вдоль дорог. Но ведь топор только допустил лес. И вот уже вырубаются деревья на водоразделе, который поил зеленую пашню. Сколько раз уже говорилось о разумном отношении к природе. Пора бы одуматься. Каждый шаг на поле должен быть проверен хозяйским глазом, опытом прежних поколений, наукой. Ну, я считаю, что самым трудным в работе молодого специалиста, в том числе и агронома, это, я говорю еще раз, именно организовать труд людей. Чтобы люди поверили в тебя, как специалиста, что ты именно действительно правильно ведешь эту всю работу. Например, у нас получали 12-12-15 центнеров зеленая с гитарой. И когда сказали, что 30 центнеров мы будем получать, ведь все смеялись, так нагленько в лицо смеялись. Ну, пришел тут нам арапа заправлять. А ведь сейчас мы уже получаем эти выражения. У нас в среднем за последние 10 лет около 40 центнеров с гитарой мы получаем. В среднем за 10 лет. Последний. Поэтому люди сейчас поверили в это. На чем основывается успех земледельца? На том, чтобы найти скрытую гармонию между землей, растением и климатом. А для этого надо средствами науки, а не только интуиции, проникать в суть сложнейшего мира, который окружает земледельца. Находить закономерности в капризах климат, десятилетиями изучать не природу вообще, а свои конкретные условия. Свои дожди, свои заморозки, свои засухи, свои почвы. Теперь уже никто не может оправдывать неудачи отсутствием научной базы. Завести ее под силу любому хозяйству. В настоящее время плохому хозяйству легче работать, чем тому хозяйству, которое достигло высокого уровня. Так как у нас с 12 центров до 30 центров урожая, это еще хозяйство любое может поднять при хорошей культуре земледелия. А вот с 30 до 40 центров уже хозяйство очень сложно поднимать. И механизаторы получают больше зарплаты и премий там, где начинают с 12 центров. Но 35-30 дней превысит, чем, допустим, 12 центров. Хотя наши механизаторы работают значительно больше и дольше на полях, а практически получают меньше за единицу продуктов. Это несправедливо вообще. А разве справедливо, что хозяйством бывает материально выгоднее убрать больше гектаров, чем получить на них больший урожай? У многих работников сельского хозяйства есть какое-то недоверие, допустим, ученым, которые рекомендуют, дают те или иные рекомендации. Вот, например, Василий Федорович Трушин, профессор Свердловского хозяйственного института, он уже лет 25 тому назад говорил, что можно в условиях Урала получать два, три урожая и четыре урожая. Мы тоже студенты были, так, в общем-то, не верили в это дело. И оказалось, что через 10 лет, после того, как он сказал, через 10 лет мы уже стали сами выращивать значит, по два и по три урожая. Этот способ был давно известен земледельцам, как зеленый конвейер. Весной, после появления всходов Азима и Ржи, на поле снова выезжают селки. Они всевают в посев Ржи бобово-злаковую смесь. Когда рожь достигнет определенной высоты, ее скашивают. Это первый урожай. Кстати, очень своевременный для скота после длительной зимовки. Через некоторое время на этом поле поспевает всевная культура. Она и есть второй урожай. А в стерне зреет уже и третий. Севная культура отрастает вновь. Здесь возможны и другие варианты. Так, например, вслед за рожью можно посеять кукурузу, а после их уборки занять поле рапсом. Все эти растения дают визобилии и зеленую массу. Но этот опыт почти не используется в других хозяйствах. Хотя необходимость внедрения интенсивных технологий подчеркнута в продовольственной программе. В то же время, значит, нам уже говорят, а почему отчет не включаете? Ты сколько раз обрабатываешь? Я говорю, три раза. А почему ты три раза не отчитываешься? А я говорю, а кто меня спрашивает, три раза отчитываешься? Я хозяин, и что я хочу, то и делаю. Хочу один раз обрабатываю, хочу два, хочу три. Никто мне отчет не спрашивает. Нет, ты должен три. Ну, у меня похота один раз отчитывается. Почему я должен три? Три часа разговаривали, и так ни друг друга ничего не понял. Я махнул рукой, психанул, ушел, и все. Бесполезно. Стараешься интенсивно использовать землю, найти тут какие-то ходят вокруг тебя, мешают так. Вот нам говорят, значит, сейчас, с 1 января 8-го года, будет новая система оплаты за рентабельность, за превышение реализации продукции. Но у нас есть жесткий фонд заработной платы. Хорошо, вот в настоящее время мы реализуем продукции на 15% больше. Работники могут получать дополнительную зарплату, но, говорят, в конце года влезайте в этот фонд, который вам отпущен. Лишние вот эти перерасчеты, расчеты, бумаготворчество. А, конечно, и то, которое самое. Не выходи из фонда зарплаты, да как тогда людям платить все деньги за превышение реализации продукции. Закладованный круг. Не случайно, что в Нечерноземье урожае зерновых колеблется от 10 до 40 центнеров с гектара. И дело здесь не только в неустойчивом климате, который мы изменить не можем, а в другом, в том, что еще не научились по-хозяйски использовать все возможности земли, применять новые формы организации труда. А это целиком во власти человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok